Копии протокола межправительственного заседания оказались в распоряжении казахстанского издания «Кастак». Особое внимание, по данным журналистов информагентства, участники встречи уделили обсуждению атомной энергетики. Сообщалось, что российская сторона дала некое поручение Министерству энергетики Казахстана. Но деталей этого документа ни одна из сторон не раскрывает. Комиссия отметила заинтересованность сторон в продолжении сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, в том числе в области ядерного топливного цикла. Комиссия поручила Госкорпорации «Росатом», Министерству энергетики Республики Казахстан и заинтересованным организациям сторон продолжить консультацию по вопросам расширения повестки сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Подобные договоренности на фоне спорного, но уже принятого решения о строительстве в Республике атомной электростанции вызывают обоснованные подозрения у казахстанцев. Поскольку официально власти страны не объявляли компанию, которая займется строительством АЭС. И де-юре выбор между Россией, Южной Кореей, Францией и Китаем еще не сделан. В день проведения референдума президент Токаев заявил, что это вовсе может быть конгломерат, состоящий из компаний, представляющих сразу несколько иностранных государств. Независимые же энергетики, которые выступали против строительства атомной станции в Казахстане, отмечали, власти республики уже готовятся заключить контракт с «Росатомом». Санкции в отношении Российской Федерации, они вынуждают ее искать в альтернативные источники для пополнения бюджета. И Казахстан в этом отношении, пытаясь лавировать, соблюдая в определенной степени санкционные ограничения, в этой части невольно будут становиться объектом для давления со стороны России. Как стало известно из протокола заседания Межправительственной комиссии, Россия требует от казахстанской стороны преференции по проектам строительства трех ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. В Минэнерго-республике ранее объясняли, что из-за отказа международных кредиторов финансировать строительство станций, работающих на угле, реализовывать подобные проекты своими силами весьма сложно. И это на фоне растущего дефицита республиканского бюджета. Астана пытается что-то высказать в Москве. Это лишь показатель того, что ситуация достаточно плачевная. Они никак более, кроме через слова и какие-то ноты, фактически повлиять не могут на Россию, на изменение оппозиции, чтобы она ослабила хватку. Я думаю, мы будем наблюдать то, как по различным позициям Казахстан будет вынужден идти на поводу и на уступки. Ни казахстанские, ни российские чиновники обнародованные данные этой встречи пока не прокомментировали. Костак отмечает и то, что сам протокол заседания еще не подписан, и отдельные его пункты проходят стадию согласования сторон. Даурин Хайргельдин. Настоящее время Азия. Казахстан.